Мирал, спасибо. На чертеже, который вы нарисовали, мы видим нашу работу как красное пятно, а человечество внизу как зелёное. Где работы физического народа Израиля, который мы знаем, что тоже важно для общего исправления, где расположено? Народ Израиля, который не занимается наукой Каббала, он находится, ну, допустим, я скажу тебе, что вот здесь, вот тут. Очень близко к нам, но не с нами вместе, к сожалению. Если бы он продвинулся и присоединился к нам, это был бы огромной добавкой к общему исправлению. И поэтому на нас давят народы мира. Вот народы мира. Как я надеюсь, это пип? И тогда, когда они давят, то они давят на нас, на них, чтобы бессознательно, на подсознании, как они давят, они заставляют их также присоединиться к нам. Можно продолжить, да? Можно продолжить, да? Если так, то работа народа Израиля физическая, она необходима, вдобавок к нашей работе, чтобы совершилось конечное исправление. Да, мы должны распространять желание и народу «Ам Исраиль», потому что это люди с большим эгоистическим желанием, они находились в исправленном состоянии души Адама Решона. И поэтому при разбиении упали ниже всех, и поэтому им тяжелее всего подняться и присоединиться к исправлению. Намного тяжелее, чем то, что написано о народах мира. И поэтому мы изучаем в конце этого предисловия то, что народы мира, если вы посмотрите в завершении этого предисловия, вы увидите, начиная с какого? С самых важных, 66-го пункта, где говорится про пророка Ишияу. Дуде, почитай, пожалуйста. В конце, где он пишет, что на плечах. Да, и увеличивает себя в тайнах Тора, приводит к тому, что внутренняя часть мира, Исраиль, поднимется выше над внешней частью мира, народами мира. И все народы познают и признают величие Исраиля, пока не свершится сказанное, и встанут народы, и приведут тебя на землю Творца. И поэтому сказанное у Ишияу, сказал Творец, народы осуществляют сказанное и привесут тебя на плечах своих. То есть, согласно желаниям, ведь люди поделены все согласно желаниям в них, так они соответствуют ступеням. Так получается, тот, кто был на высоком уровне в системе Адама Решон, упал ниже всех, поэтому исправление самое тяжёлое, поэтому написано о них, что они народ жестоковыйный, лентяи, не хотят объединяться, не хотят не делать никакого исправления. Они гораздо хуже в отношении исправления всех народов мира. Но в конце, когда приближаются к исправлениям, так народы мира как раз обяжут народ Израиля войти в исправление, и с помощью этого они выполнят свою миссию. Я очень надеюсь, что это произойдёт. Но здесь тоже Исраиль называется каждый. Неважно, откуда он происходит, от какого народа происходит, когда он стремится к Творцу. Мы находимся как в новом Вавилоне, когда все мы перемешаны. Так каждый, кто стремится к Творцу, называется Ишаркель, напрямую к Творцу, а тот, кто ещё не стремится к нему, называется народами мира. И так мы приходим к тому, что одни помогают другим, пока все не складываются, не объединяются в единую систему и не приходят к единому исправлению. К единому исправлению. Надеюсь, что все эти вещи, которые мы сейчас проходим во всём человечестве, они сделают из нас единое Кли. Но именно это и написано. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!